Мухаммад, Мухаммад, ас-салату ас-салам Наш путь — это Сохбет, и в собрании заключено благо. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Сура 3, аят 76. Аллах аз-заваджалла любит тех, кто доволен Всевышним, и боится из-за страха перед Ним сделать то, что его Господь не любит и тем, чем он недоволен. Аллах аз-заваджалла проявляет милость свою к богобоязненным людям, которые всегда помнят об Аллахе, что бы они ни делали. Поминание — это зикр Аллаху. Когда человек знает, что бог видит все, он не станет совершать ничего плохого из-за страха перед Ним. Поэтому Господь и любит этих людей. Аллах аз-заваджалла говорит в Коране. Воистину, Аллах не любит неверующих. Сура 3, аят 32. Аллах не любит кафиров. Кто такие кафиры? Неверующие, которые не верят во Всемогущего и Великого Аллаха и совершают плохие деяния. Они думают, что они совершают добро, но если намерение у человека плохое, его поступок тоже будет плохим. Я верен, который не верен и не accept Аллах аз-заваджалла, потому что то, что они совершают, они делают это для своего эго. Поэтому намерение всегда должно быть направлено на Аллаха аз-заваджалла, на его довольство. Каждую минуту, каждую секунду ваше действие должно быть направлено на Аллаха, чтобы он был вами доволен, тогда ваша жизнь будет полна бараки, наград и света. Ваши дела будут идти легко, и вы будете счастливы. Несчастны те, кто совершает плохое. Они думают, что наслаждаются жизнью, но, на самом деле, каждый раз, когда они совершают грех, они становятся еще хуже, они еще больше погружаются во тьму и становятся все больше несчастными. Нельзя гасить огонь бензином. Каждый раз, когда вы добавляете бензин, огонь разгорается все сильнее. Вам нужно вылить воду, чтобы потушить его. вода — это жизнь. Поэтому вы должны вылить на огонь то, что потушит его, а не даст ему разгореться. Каждый раз, когда вы совершаете грех или что-то плохое, вы все больше и больше погружаетесь во тьму. Так Аллах создал нас. Мы не можем быть счастливы, совершая плохое. Мы должны совершать хорошее, запасаться хорошими делами для своей будущей жизни. Настоящая жизнь будет после этой жизни. Поэтому вы должны готовиться к ней сейчас. Сегодня мы посетили музей здесь, в Торонто. Мы видели на фотографиях людей, которые жили 200 или 300 лет назад. Это были солдаты армии, командиры, а также мы видели губернатора, принца, принцессу, премьер-министра. Все эти люди пришли в этот мир и ушли. Что они получили от него? Ничего. От них остались лишь фотографии. В другом музее нам показали животное, которое жило на земле, как нам сказали миллионы лет назад. Аллах Азавадж Аллах — Творец. Он может создать то, что человеческому уму и вообразить невозможно. Его знания, его мудрость бесконечны. Мы даже не можем сказать, что знание Аллаха бесконечно. Потому что, когда мы говорим «бесконечно», мы также устанавливаем границу. Субхан Аллах. Они сказали, что это животное жило на земле миллионы лет назад. Аллах научил человека тому, чего тот не знал. Сура 96, аят 5. Господь дает людям знания, чтобы они могли узнать о том, что было раньше. Одни говорили, что это животное настоящее, другие говорили, что оно не настоящее. Но что здесь важно, так это мудрость Аллаха Азавадж Аллах. Аллах создал время и место, но для Него самого не существует ни места, ни времени. Его творения могли существовать еще миллионы лет назад. Этим самым Аллах показывает людям свое могущество. Наша жизнь от Адама, алейхи салям, и до сегодняшнего дня насчитывает тысячи лет. По сравнению с миллионами лет — это ничто. И люди еще думают, что они что-то из себя представляют. Мы также видели людей, которые когда-то жили в Египте, а сейчас их тело привезли сюда для демонстрации людям. Люди ходят и с интересом рассматривают их. Они не должны просто ходить ради удовольствия и смотреть на этих людей. Они должны извлекать из этого уроки. Когда вы посещаете какое-то место, вы должны извлекать из этого мудрость. Посмотрите, эти люди были такими же, как и вы. Они так же, как и мы, пришли в этот мир, занимались чем-то, а затем покинули его. И сейчас их показывают людям. Что с ними стало? Все они мертвы. Это то, что всех нас ждет, рано или поздно. Поэтому важно быть с Всевышним. Каждый из нас покинет эту жизнь и ничего не заберет с собой. Даже фараоны, у которых было все, покинули эту жизнь. Их тело достали из могил и сейчас показывают людям. Люди ходят и с интересом рассматривают их. Так что важно прожить свою жизнь так, чтобы не растратить ее впустую и потом не потерять. Если ваша жизнь будет полна хороших дел, Аллах будет доволен вами. Если нет, то вы будете, как эти люди, никакой пользы для вас и для других тоже. Аллах показывает нам свою мудрость во всем. Бесмиллахи и рахмани и рахим, он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Сура 2, аят 269. Аллах аз-за ваджа Аллах дарует мудрость тому, кому пожелает и тот, кому она дарована, получает большую милость и благословение от Аллаха. Повсюду мы видим людей, совершающих такие грехи, которые еще 20 или 30 лет назад никто бы не посмел совершить, но сейчас, в наше время, они с легкостью делают то, что ненавистно Аллаху аз-за ваджа Аллах. Мы должны повиноваться Аллаху, даже если это трудно, потому что чем больше трудностей, тем больше наград от Аллаха аз-за ваджа Аллах. Сейчас настало время приобретать хорошие товары для хирата, а не для дуньи. Не слушайте людей, которые учат вас тому, что нравится их эго. Ищите настоящего наставника, настоящих людей. Многие из вас не застали Мауляну Шейха Назима, но хвала Всевышнему, его учения повсюду. Раньше люди узнавали об этом из его книг. Они распространились от востока до запада. Благодаря им многие люди приняли ислам и получили руководство. Сейчас в интернете также есть беседы и сухбиты Шейха Назима. Вы можете следовать им. То, чему он учит, — истинное учение. То, чему он учит, — истинное учение. Оно не учит людей враждовать или плохо относятся друг к другу, нет. Оно учит, прежде всего, уважать и любить нашего святого пророка, сахабов, его семью Ахлюльбайт и Аулияла. Многие люди говорят, что они в тарикате, но при этом плохо отзываются об ауле, сподвижниках или семье пророка. Поэтому его учение очень важно. Пророк, мир ему, всегда учил этому уму. Он учил людей любить друг друга. И Аллах, аз-за ваджа Аллах, также говорит в священном Коране, «И если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердце». Сура 8, аят 63. «Но Аллах, аз-за ваджа Аллах сплотил их сердце и сделал так, чтобы они любили друг друга. Поэтому наш пророк, мир ему, доволен нами, когда мы любим друг друга, а не враждуем». Но некоторые люди делают различия среди мусульман и внушают им ненависть друг к другу, делая их врагами. Это не учение Мауляны Шейха, и, конечно же, не учение нашего святого пророка, мир ему. Тот, кто находится с Машехом, должен следовать их учению и принимать то, что они говорят. Конечно, возможно, вы не все можете сделать, что требуется от вас, но здесь важна любовь. Вы должны любить сподвижников пророка и его семью Ахлюльбайт, имамов Тариката и мусульман. Мы не должны говорить что-то против них. Мауляну много раз спрашивали о том, что произошло между сахабами после нашего пророка, мир ему. Ему не нравилось, когда кто-то заводил разговор об этом. Он сразу же закрывал эту тему и говорил, а они львы. И, конечно же, они сражались друг с другом. Мы же похожи на собак. Кто мы такие по сравнению с ними? Аллах Аз-Заваджа Аллах знает, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знает обо всем этом. Это означало, посмотри на себя. Не смотри на то, что тебя не касается. Для того, чтобы судить таких людей, вам нужно сначала самим многое сделать. Когда вы это сделаете, вы поймете, что были неправы и попросите прощения у Аллаха, иншаллах. Да простит нас Аллах. Пусть мы будем такими, какими нас хочет видеть Аллах, наш пророк, мир ему и Мауляна Шейх Назим. Хвала Всевышнему, его карамат, его чудеса продолжаются. Многие люди видят его в своих снах. Каждый день мы встречаем тысячи людей, многие их которых становятся мусульманами. Это барака Мауляны. Мауляна посылает их, иди и произнеси шахаду. Другим он говорит, иди в Дергу, в Тарикат. Это стало нормой для нас. Мы не удивляемся, когда кто-то нам об этом рассказывает. Мы знаем, что их посылает Мауляна Шейх, поэтому мы благодарим его за то, что он делает, за всех этих людей, за его карамат, потому что мы – ничто. все эти люди приходят благодаря его бараке. Если бы не барака Аулии, мы не смогли бы и одному человеку дать Хидаю привести его к вере. Пусть Аллах дарует нам всегда быть вместе с Мауляной Шейхом, иншаллах. Ва мин Аллахи от Тауфик. Аль-Фатиха. Аль-Фатиха.